Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите в ближайшие 15 минут. Суд по делу о халатности начинается в Крымске. Столь трагических последствий можно было избежать. Соседские войны послужили поводом встречи жителей станицы Гостогаевской с чиновниками из Краснодара. Анапская поэтесса Людмила Катукова отметила юбилей творческой деятельности. Сегодня состоялись предварительные слушания по делу о наводнении в Крымске, которое произошло в июле прошлого года. По официальным данным, 170 человек погибли, а тысячи домов оказались затоплены. В ходе расследования выяснилось, что таких трагических последствий можно было избежать, если бы власти вовремя оповестили население. Четверо чиновников, в том числе бывшие главы Крымского района и города Крымска, оказались на скамье подсудимых. Следствие поразил поступок Виктора Жданова, чиновника, который отвечал за предупреждение чрезвычайных ситуаций. Он попытался нажиться на трагедии, внеся свой дом в список пострадавших, хотя здание даже не находилось в зоне бедствия. Напомним, что на помощь Крымску пришла вся Кубань, все муниципалитеты. Вся Анапа собирала гуманитарную помощь для крымчан, а из города ежедневно уходили автобусы с добровольцами для помощи городу, подвергшемуся затоплению. В первые же дни в Крымске начал работу постоянный штаб нашего муниципалитета. В администрации Анапа о проблемах горожан чиновники узнают одними из первых. Также на злободневные вопросы анапчан отвечают и краевые чиновники, причем для этого приезжают непосредственно в Анапу. Так, на днях личный прием граждан провела начальник управления земельных отношений Департамента имущественных отношений Краснодарского края Елена Сердюкова. На прием записались 17 анапчан из сельских округов. Среди наиболее часто задаваемых вопросов – выделение земли многодетным семьям, оформление права собственности на земельный участок и многие другие. Люди, столкнувшиеся со сложностями оформления прав на земельный участок или недвижимость, а также со спорными межевыми вопросами, получили в ходе общения с руководителем Департамента исчерпывающие ответы и помощь. Жители станицы Гостогаевской пришли по вопросу оформления земли, а заодно пожаловаться на соседа ведущего предпринимательскую деятельность, организовав магазин в жилой квартире. Земля администрации, да, он у соседки забрал две сотки земли, просто человек беспределный. Даже вот у соседки. Там пил деревьев, у него разрешение было формирование крон, там две сосны под корень, ну это просто беспредел. То, что у него связи, ну а почему должны другие, другие как бы страдать из-за этого. Объединяемся уже сколько, 30-40 пострадавших, кого просто отбирают наглым образом жилье. Вот это действительно факты, это не слова. Мы приложили диск, где там пилятся вот такие бревна падают, нам приходит ответ, что там спилена была единственная веточка, ответ с милиции. Ну это вообще. Установить факт, по выявленным фактам, соответственно принимать все меры. Это одна ситуация. Вопросы по предоставлению земельного участка, это как бы другая ситуация. Результат общения Елены Сердюковой с Анопчанами. Один вопрос взят на контроль непосредственно департаментом имущественных отношений края. По восьми вопросам направлены поручения в органы местного самоуправления. По семи обращениям даны подробные устные разъяснения. Отправляясь на рынок, все хотят купить полезные овощи и фрукты непременно местного происхождения. Анопчанам повезло, ведь у них есть возможность приобретать продукцию проверенных кубанских производителей практически с грядок. Опытно-производственное хозяйство Анапы еще в советские времена пользовалось огромной популярностью не только в крае, но и за его пределами. Чтобы еще больше процветать на сельскохозяйственном рынке, на предприятии обновили техническое оборудование. Подробнее о его новинках в нашем сюжете. Две с половиной тысячи гектар пашин, 150 гектар виноградников и 50 гектар сада. Эта площадь земли требует должного ухода. Чтобы улучшить весенние полевые работы, на предприятии закупили новую технику. 12 сельскохозяйственных машин, за которыми уже закреплены механизаторы. К весенним полевым работам произведен ремонт непосредственно в мастерской. Значит, произведена замена кровли, косметический ремонт произведен. И дополнительно установлено оборудование для проведения токарно-слесарных работ. Продукция выращивается при капельном орошении с применением самых последних технологий. Для этого специалисты используют особое импортное оборудование. Здесь созданы условия для производства качественных овощей и фруктов. По словам агрономов, чтобы получить хороший урожай, нужно выращивать овощи через рассаду, а в теплицах поддерживать необходимую температуру. Теплица итальянская, площадью 500 квадратных метров, двухпленчатая, с турбонадувом. Турбонадув нам дает дополнительное содержание, то есть сохраняется тепло и долговечность пленки. Всю технику приобрели за последние полгода в рамках инвестиционной программы совместно с Институтом виноградорства и садоводства. Посевные работы, несмотря на паспортную погоду, уже завершены. Конечно, учитывая специфику Анапы и Анапского района, естественно, испытываем еще определенный дефицит в рабочей силе, специалистов среднего звена, что, воспользуясь ситуацией или моментом, хочу пригласить к сотрудничеству, потому что фонд заработной платы по сравнению с прошлым годом уже вырос у нас в два с половиной раза. На территории землепользования семь населенных пунктов с разнообразными, но благоприятными природными условиями. Именно это сочетание помогает предприятию выращивать полезные овощи и фрукты. Почему-то мы уверены, что былую славу за ОПХ Анапа возродит нам удастся все-таки, а может быть и приумножить. Вадим Родин, Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа-регион. Далее новости культуры. Юбилей творческой деятельности отметила Анапская поэтесса Людмила Катукова большим концертом в городском театре. Бесправа на ошибку на родном берегу прикосновения к тайне. Так называются сборники ее стихов, необычайно душевных и мелодичных. За руку мою возьмись, вместе мы пойдем, как дети, к берегам больших реки, где туманы на рассвете судьбами переплелись. Недаром многие композиторы накладывают на стихи Людмила Катуковой мелодии и получаются песни, которые сегодня в репертуаре ансамблей и отдельных исполнителей. Из 40 лет творческой жизни последние пять Людмила преподает в гимназии Эврика в литературном кружке. Дети не раз поднимались на сцену, чтобы исполнить песни на ее стихи. Поздравить поэтессу прибыл композитор Григорий Гладков, исполнительница романцев Елена Жданова, ансамбль народных инструментов «Виртуозы Кубани» и вокально-инструментальный ансамбль «Блокнот», коллеги по литературному объединению «Нюпарус», поклонники творчества Людмилы Катуковой. И новости спорта. Краевые соревнования под дзюдо для Анапы не редкость. В прошедшие выходные в спортивном комплексе на базе детской юношеско-спортивной школы номер 4 мерили силами 211 спортсменов в возрасте 14-15 лет из разных городов и районов края. По итогам соревнований наибольшее количество наград осталось в Анапе. Не будем забегать вперед. Подробно о ходе соревнований в нашем следующем сюжете. Анапская команда только что вернулась с первенства России, где традиционно в шестой раз показала, что она сильнейшая. Но ребята уже снова готовы сражаться. Очень успешно выступили. Все у нас завидуют, белозависты. То есть Россия всего три места разыгрывала, а от трех места два места остался в Анапе. Первая команда у нас равная, вторая команда даже чуть-чуть один балл не хватило заниматься второе место. То есть очень успешно выступили. Все доволен, все хорошо. У анапских дюдаистов был дополнительный стимул. Они боролись с прицелом на победу. В начале мая нашим юношам предстоит отстаивать честь Анапы на международном турнире среди городов воинской славы, который пройдет в Санкт-Петербурге. Дюдаист в весе 60 килограммов Юрий Сергеев завоевал на этих краевых соревнованиях золото и стал одним из претендентов на поездку. Я усиленно тренируюсь в последнее время, чтобы быть готовым к победе турнира. Этот турнир очень важен для нашего города. Там будут бороться все города воинской славы. И поэтому надо выступить, показать наш город с хорошей стороны. А чтобы все знали, что Анапа – спортивный город. Больше половины участников краевого турнира – воспитанники Анапской спортивной школы номер 4, на татаме которой и проходили эти соревнования. У наших спортсменов больше всего наград – 25 медалей, 12 золотых. Из 10 весовых категорий победителями стали 8 анапчан среди юношей. И из 8 весовых среди девушек четверо поднялись на верхней ступени пьедестала почета. В Анапе прошел отборочный чемпионат по спа-массажу и бизнес-семинар «Черноморский спа». В жюри вошли чемпионы России и мира, доктора медицинских наук. Год от года расширяется количество участников. В этом чемпионате приняли участие 14 мастеров массажа из Анапы, Сочи и Новороссийска. Зал предоставил санаторий «Анапа-Океан». Здесь массаж – один из главных методов оздоровления отдыхающих. В недалеком прошлом санатории работали всего два массажиста, а сегодня 10. За ходом чемпионата наблюдала наш корреспондент Лариса Басова. В жюри чемпионата мэтромассажа, такие как доктор медицинских наук Юрий Попов, он отметил важность развития отрасли спа-массажа, особенно для городов-курортов. Во всем мире массаж всегда ассоциируется обязательно с отдыхом или с курортом. Поэтому Анапа, сам Бог велел развивать массаж. И поэтому я рад, что в Краснодарском крае, после Краснодара, именно в Анапе, появился второй после Краснодара город, который стал развивать массаж, устраивать здесь соревнования. А это обязательно будет повышать качество массажистов всех урортов, всех санаториев, всех поликлиник и просто оздоровительных массажистов. Индустрия массажа диктует свои высокие стандарты этикета и сервиса, использование эффективных технологий и медицинской безопасности. Участники оценивались строго и, можно даже сказать, придирчиво. По обязательным и произвольным программам. 20 критериев. У массажиста, как у врача, нет права на ошибку. Мы делаем общее дело. В конечном счете вырастут профессионалы. В конечном счете будут довольны наши гости вашего города, клиенты, пациенты, отдыхающие. И в целом то, о чем говорит наше правительство, здоровье нации, оно делается именно здесь и сейчас. Жюри пришло к единому мнению. Первое место у массажиста из Сочи Арины Соколовой. На втором и третьем месте – Анапчанки Елена Портунова и Алла Емельянова. Кроме призовых мест, участники получили награды в 12 номинациях. Одна из самых важных – за профессионализм присуждена врачу санатория «Аквамарин» Виктору Баранкову. Лучший косметический массаж сделала Анна Забурдаева, массажист из Новороссийска. И за мудрость и опыт заслуженные награды получили Анапчанки Ирина Гузеева и Инна Брусник. Они приятно удивились синхронным массажем в четыре руки по системе Аюрведа. Для участников такие чемпионаты – это возможность обмена опытом учеба, повышение квалификации и их значения трудно переоценить для городов-курортов. Чемпионат данный становится традиционным. В этом году уже третий чемпионат прошел. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и содействие со стороны администрации. Хочется выразить огромную благодарность лично Людмиле Михайловне Гузенко. Спасибо большое за содействие. После короткой рекламы прогноз погоды на завтрашний день, который выходит при поддержке партнера стоматологической клиники «Визит». Реклама пройдет быстро. Не переключайтесь. Дентальная имплантация – это вживление искусственных имплантатов для протезирования зубных рядов. И, соответственно, не во всех случаях возможны эти имплантаты вживить. Предварительно производится формирование альвеолярных отростков по типу костной реконструктивной пластики. Диагностика проходит на единственном в Анапе конусно-лучевом компьютерном томографе. Анапа, улица Ленина, 141. В среду 10 апреля в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха в дневные часы 7-9 градусов тепла, ночью около плюс 6. Ветер переменный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 11 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300.